Всем привет, меня зовут Даша, и я снова с вами, наконец, дочитала Гарри Поттера, перечитала. И это было очень интересно. Дело в том, что я веду, стала вести несколько лет тому назад такую историю чтения, то есть, на заднем фазе книги, карандаш, и кому аккуратненько я опишу даты чтения, начальную и конечную. И примерно тогда же я начала писать какие-то замечания на полях, да, и варвары. И одной из книг, которые попали под это дело, были Гарри Поттер, и мне было любопытно, во-первых, сравнивать сроки, за которые прочитала ту или иную часть, это много книжек, и мне было интересно почитать некоторые мои комментарии, и заметить, что я осталась при прежнем своих мнениях, на свое замечание я даже ответила, то есть, там было в седьмой книге, когда Гарри вспоминает, что вот, я уже там видел то-то, то-то, и у меня на полях написано, когда я это успела. Я посмотрела на заднем фазе, когда я постоянно читала эту книгу, приписала, ну, год в скобочках, рядышком написала ответ, то есть, в этот раз я помнила, откуда это взялось, и в скобочках указала, что 2017 год, чтобы, ну, по следующим перечитываниям, я поняла, что это за ситуация, ну, и вообще, если книга упадет кому-то в руки, то, чтобы он тоже понял. Ну, венемся к нашим баранам, я что-то заболталась, не люблю, когда это делают другие, а тут сама. Наверное, просто соскучилась по вам. И что я могу сказать о Гарри Поттере? Как-то несколько лет назад, когда я снимала какой-то тег про, или как это называется, я уже забыла, про Гарри, то я сказала, типа, что, ну, кто не знает о Гарри, и мне кто-то написал в комментариях, я даже помню, кто, но не буду называть, на всякий случай, потому что этот человек уже восполнил пробел. Ну, типа, я не знаю, я не читал. Вот, в случае, если по какой-то вселенской ошибке, вы не знаете, что такое Патриана, кто такой мальчик, который выжил, не читали книг, не видели фильмов, а и не смотрите, и сейчас на меня обидятся поклонники экранизации, то это... Мне очень сложно говорить об этом отключенно и объективно, потому что я много раз уже перечитывала Патриану, и мне немножко странно и крайне необычно пытаться сказать об этом, ну, так, будто я читала в первый раз. В общем, существует два мира. Мир обычных людей, не владеющих науками волшебства и соответствующими способностями, и мир манглов, ой, мир волшебников, это мир манглов был, и мир волшебников, которые, соответственно, владеют магией, вместо ручек пишут перьями на пергаментах, и пользуются магией, вместо того, чтобы ходить, они тронгрессируют, то есть перемещаются из точки А в точку Б, вот так. И, как водится, есть главный злодей, мир волшебников, эдакий Гитлер, только волшебник, вот, которого все боятся до такой степени, что не решается произносить его имя, Волан-де-Морт, а поп-пост называет, вы сами знаете, кто. И, как говорит один из героев книги, страх перед именем увеличилась, страх перед тем, кто его носит. Гениальное высказывание. Об этом человеке чуть позже скажу. И его прям боятся до трясучки, потому что он придумал один психологический прием. Когда он ходил в какой-то дом, и там совершалось гнуснейшее убийство, не оставлял живым никакого женщины, дети, старики, без разницы. Встал на пути, Волан-де-Морт, даже пусть хоть как-то вот отдаленно, все, прощались с жизнью. После убийства над домом запускалась черная метка, такой знак устрашающий, который висел в воздухе. И он добился того, что человек, который уже видел черную метку над домом, он уже знал, что в этом доме жизни больше нет ни одной. То есть до такой степени страшный был человек. Его никто не мог убить. Был организован целый орден, который работал над этим, но ни у кого ничего не получалось. До одной минуты. Однажды Волан-де-Морт решил убить одну семью. Он туда пришел, убил женщину, убил ее мужа, и приготовился убить их маленького совсем еще санишку. Поднял палочку, произнес смертельное заклинание. И что-то случилось. Мальчик выжил. Только шрам на лбу остался. Это был Галик. А сам Волан-де-Морт, что с ним случилось? С тех пор о нем никто ничего не слышал. Вот уже мальчик вырос, в школу пошел, а все в забывении. С этого и все начинается. Дальше мы можем читать, как Галик пошел в школу магии и волшебства Хогвартс. Его знакомы с миром волшебников. До этого он жил у маглов, у своих дядей и тети, так как родители погибли. Которые ненавидели магию. И, конечно, ему не сказали, что он из семьи волшебников. И он ни сном, ни духом. Иногда эмоции владевали над ним. Страх, допустим, или ненависть. То случалось что-то необычное, но он даже не догадывался. И вот он пошел в школу. Ну и, соответственно, там семь курсов и семь книг. То есть по книге на курс. И были все время какие-то получения. Это очень интересно. Патриана, многокнижие. Кто не читал, я рекомендую по чтению. Это очень интересно. Даже если вы к такому жанру относитесь равнодушно. Ну, хотя бы попытайтесь. Может быть, понравится. Теперь по человеку, о котором я упомянула. Его авторство принадлежит. Принадлежат слова, что страх перед именем увеличивает. Страх перед тем, кто его носит. Это профессиста Дамблдор. Глава школы Хогвартс. Я его обожаю. Я знаю ролик, начала рассказывать о нем какие-то странные вещи. Уже после того, как многокнижие вышло. И тут она, видимо, подумала. Популярная штука вышла. А что, если я скажу то, то, то и это? Это создается еще больше шума, как книги. И сказала. С тех пор я стараюсь не читать с ней интервью, потому что она меня горчила. Я ее не слушаю в отношении Дамблдора. Я очень уважаю этого человека. Я просто обожаю его стиль общения. То, как он разговаривает с людьми, этот язык, он одновременно и формален, и чрезмерно учтив, и даже с ноткой иногда юмора. Я всю жизнь стараюсь приблизиться к своему идеалу в этом плане. Но, по-моему, у меня не получается. Но я стараюсь. Это уже давно-давно неосознанно происходит. Но я стремлюсь, да. Так что только ради пожалований Дамблдора. И, кстати, отвечая на вопрос, там у Гарри, конечно, есть и друзья, Рона Гермиона. Как-то вот Гарри, он все время там Гарри, 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 Гарри. Он, конечно, главный герой, его положено уважать. Но если, допустим, отмечать кого-то из этой троицы, то мне нравится Гермиона очень сильно. А если даже есть второстепенные герои, то я обожаю Палумну. Если вы читали только первую книгу, то и прочли всю Патриану, то вы прекрасно знаете, кто это. Не знаю почему, но прямо вот нравится мне. Это девчонка. Я в восхищении. Невил Долгопуп себя очень показал необычно. Я прямо его заважала потом. Поначалу такую девчонку. Вот. Это все, что я хотела сказать. Сейчас я читаю не как Денила Геймана. И в следующий раз, когда мы с вами увидимся, я расскажу именно об этой книге. На сегодня все. Пока. До скорых книг.